Все мы знаем старую поговорку. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Но речь, конечно, идет не только о нескольких минутах до боя курантов. Проникнуться предновогодним духом и наполнится праздничным настроением можно уже сейчас. Тем более на Ставрополе для этого есть все условия. Как интересно и с пользой провести последние дни уходящего года, расскажет Алиса Вартазарян. А вы знаете, что поставить на новогодний стол? А главное, где выгодно и удобно купить яство. Об этом позаботились городские икрывые власти. Прямо на площади Ленина развернулась ярмарка. Здесь можно приобрести все, что нужно для новогоднего праздника. Угощения, елочные игрушки и даже одежду. Картины, вышивка, изделия из стекла, керамики и дерево, новогодние костюмы, рубашки, льняные салфетки, скатерти, полотенца и подушки. Все это многообразие можно найти в торговых палатках, стилизованных под сказочные избушки. Ну вот смотрите, вот такие вот замечательные грелки на чайник. Посмотрите, здесь и домик, и гномик, наверное, в этом домике живет. А эти горшки, кувшины и кружки – плоды долгой и кропотливой работы гончара Вячеслава Орлова. Мужчина уже семь лет создает из глины настоящие шедевры. Чтобы слепить, высушить и расписать изделия, нужно больше недели, говорит мастер. Но это того стоит. Ведь посуда из глины обладает удивительными свойствами. Еда в ней получается не только вкусной, но и полезной. Глина вообще удивительный материал. Это природный антисептик, ацербент. Из пищи удаляет все патогенное. Даже такие тактильные ощущения приятные получаешь, когда держишь изделие в руках, оно дарит тепло, ну и хорошее настроение. На ярмарке представлены кондитерские изделия и продукты от местных производителей. А если вы замерзли, согреться поможет горячий чай с выпечкой. Приехала из Буденовска в гости. Ярмарка мне понравилась. Приятно то, что придумали. Все-таки народ будет сюда приходить отдыхать, а я иду и оттуда. Как хорошо ларечки поставить. А 26 декабря ярмарка будет еще масштабнее. Приедут производители со всего края самыми разнообразными товарами. Начнутся настоящие ярмарочные гуляния. С песнями, танцами, хайроводами и играми. А скомороки и артисты-коробейники будут веселить гостей. Кстати, один из домиков открывается только по вечерам. Здесь на время праздников поселился настоящий Дед Мороз. Мы сюда приехали из Великого Устюга. Потому что здесь в Ставрополь мы впервые. В основном я прихожу только к ребятам по домам. В 31 декабря ночью, чтобы положить подарок. Но сейчас письма до меня не доходят почему-то. И я решил их лично забирать у ребят. Детишки делятся с главным российским волшебником самыми заветными желаниями. Читают стихотворения или поют песенку. Если ребенок в этом году вел себя хорошо, Дед Мороз постарается исполнить все его мечты. Естественно, не без помощи родителей. Попасть в резиденцию волшебника можно будет до 6 января. В рабочие дни с 5 до 7 вечера. А выходные и праздники с 12 до 4. С Новым годом вас! Счастья вам, здоровья, хороших оценок. Ведите себя хорошо и слушайте маму и папу обязательно. Хорошо? Договорились? До свидания. До свидания. Но главные сюрпризы жителей и гостей Ставрополя ждут 31 декабря. Новогодние гуляния начнутся на площади Ленина уже днем. И именно там год литературы плавно перейдет в год российского кино. В 15.00 неподалеку от елки пройдет показ самых любимых новогодних фильмов. «Чародей», «Ирония судьбы» или «С легким паром», а также мультфильмов «Ну погоди» и «Простоквашина». А в 10 вечера начнется тематическая дискотека. Каждый час смена поколений, начиная с 60-х и заканчивая современностью. Ровно в полночь прогремит праздничный салют. Алиса Вартазарян, Валерий Сизоненко, Ставропольское телевидение.